Это у нас что? Посмотрите, какой огромный кусок рыбы. На удивление, она обалденная. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре готовая еда из торговой сети Меркадонна. Так что заваривайте чаек, кофеек, берите вкусняшек и погнали делать закупку, смотреть, чем они кормят. Не знаю, друзья, будут ли еще рецепты в этом отпуске, потому что скоро морской влог. Да-да, долгожданный морской влог. Не могу сказать точно когда, но сейчас я рассматриваю предложение. Выбираю самое подходящее, самое интересное и вам, чтобы показать, и чтобы хорошее условие работы было. Так что не забывайте про подписку на канал, поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео с морским влогом. А может быть еще будут пару рецептов, либо какие-то обзоры. Посмотрим, как будет время. Ну что, первый стенд. Это у нас суши. Все советуют попробовать данные суши. Тут очень большой выбор. Также есть поки. Я думаю, возьмем вот такой вот поки с лососем. Также возьмем какой-то сет покрасивше. Смотрите, сколько тут рыбы. Обалдеть. Попробуем, насколько она вкусная. И, в принципе, в этом наборе все есть. А, вот эти вот еще, да? Давайте еще эти попробуем. Отлично. Лапша. Это курица терияки. А вот, смотрите, красивенькая. Давайте еще курицу терияки возьмем. Тут у нас 5,50. Это 5 евро. 8,75. Это 10,75. И 6,75. Идем дальше. Смотрите, большой выбор готовых бургеров с сыром с ангусом. Гамбургер с ангусом за 6 евро. Тут за 3 евро. И шаурма сиронитто. Так, я думаю, давайте возьмем один вот такой вот бургер за 3 евро. Если понравится еда, то можем сделать потом обзор на все. Потому что здесь также есть сэндвичи. Такие багеты. Есть еще вот такие вот салаты с тунцом. Я думаю, один мы точно возьмем. Вот такой вот. Тунец. Крабовая палочка. Лук. Сыр. Это макароны. Это не салат. Хотя нет, это салат. Это салат с макаронами. Плюс можно взять большой ассортимент оливкового масла, заправка, уксус, соль, перец. И здесь также есть еще отдел, где вы можете это все съесть. То есть там микроволновка, одноразовая посуда, стаканы, вилки, ложки. То есть все в вашем распоряжении. Вот данное место. Там себе и столики, и стулья. Но вот этот зеленый цвет напрягает. Он как бы как давит на тебя. Если бы оно было бы такое нейтральное, белое, то можно было бы и там присесть и сделать обзор. А так будем делать дома. В Испании вообще очень много полуфабрикатов. Прям вот пиццы, вот такие вот багеты уже круглые, готовые, с разной начинкой, с ветчиной, с хамоном, с колбасками, с пепперони. Тоже есть. Вон фокаччо готовое, тесто для тарты, тесто для пиццы, тесто для булочек слоеных. То есть все, что хотите. Готовые дамплинги, эти вареники, пельмени. То есть плюс еще готовые блюда, вот такие, такие как лазанья, паста, спагетти карбонара, рис, карри, курица, бургеры. То есть, если понравится этот выпуск, то обязательно придем и сделаем еще обзор на данную продукцию, потому что выбора тут просто немерено. посмотрите. Спаржа, пюре со спаржи в таком вот пластиковом горшочке. Бравос. Плюс еще вот такие вот тарты картофельные, пироги, готовая курица, курица на шаурму, уже готовые айоли, утка, крылышки. То есть тут немерено просто. Хоть бери, заходи и не готовь больше дома никогда. Потому что ну это надо проверить, вкусно ли это. Так что все зависит от ваших лайков и комментариев. Если хотите, то пишите, проверь еще продукцию меркодоны. Смотрите, гаспачо в бутылке 0,5 литр с разными ингредиентами. Посмотрите. Вообще просто. Выбор сумасшедший. Смотрите на эту красоту. Какая паэлья. Также уже можно взять расфасованную. Смотрите, чечевичный суп, тефтельки с картофелем печеным. Вот такая вот паэлья. Это микс морепродукты и курица. Я думаю, одну мы возьмем. Вот такую вот 4,50 плюс есть еще макароны болоньеза, макароны карбонара. Тут еще было в прошлый раз блюдо мигас, тоже национальное испанское блюдо, которое готовится со вчерашнего хлеба, обжаривается с колбасками, чесноком, паприкой, зеленью. Вот его бы хотел попробовать, но, к сожалению, сегодня я его здесь не вижу. Но ничего, в следующий раз обязательно попробуем. мигас называется. Кто пробовал, напишите в комментариях, понравилось вам или нет. Вот вот здесь вот есть. Сказали, что на сегодня его не готовили. Есть вот здесь вот готовый уже. Видим здесь с беконом, с колбасками евро 70. Попробуем, что он из себя представляет. Взял еще такие вот сырные палочки и крылышки барбекю. Все, я думаю, можно идти пробовать. Ну что, вот такой огромный стол, который обошелся мне в 50 евро. Да, вы скажете, что это очень дорого, но это такая же цена, что вы бы заплатили бы за доставку, которой пользуются, ну, почти весь мир. То есть, заказать себе суши с доставкой, заказать себе, там, допустим, какое-то блюдо с рисом с доставкой, это салатик. Ну, согласитесь. Момент другом. Насколько это будет вкусно и сравнимо ли это с доставкой еды, вот это интересно. Потому что по виду это прям, ну, тут шматки огроменного лосося. И цена, чтобы вы понимали, вот только вот за вот эти вот суши выйдет в ресторане 12-15 евро, а здесь за весь набор 10. Но вкусно ли это? Сейчас мы это и узнаем. Начнем с холодненького. Давайте сейчас лишнее уберем. Горячее я уже разогрел, пусть немножко подостынет. Салатик уберем. Так, давайте уже хочу суши попробовать. Очень интересно, очень много мне о них говорили. Попробуй суши, попробуй суши. Ну что, давайте пробовать. Здесь у нас вес не указан, ну ладно. То есть, давайте их все-таки взвесим. Давайте. Принес весы, давайте взвесим. Так. Буду взвешивать вместе с соевым соусом, упаковкой, васаби, совсем. Здесь общий вес 400 грамм. То есть, грубо говоря, вот 100 грамм упаковка, соуса и туда-сюда 300 грамм. За 300 грамм, за 10 евро вы получите 300 грамм продукта. Здесь сколько? 8 евро, было? Я вам показывал 440 грамм. 440 грамм тоже тут есть суш, этот соевый соус, васаби не вижу, но скорее всего он здесь есть под упаковкой. В принципе, это нормальный вес, нормальный объем за эту цену в Испании. То есть, то, что я встречал. Давайте же попробуем это все дело. запах, друзья, просто свежайшей рыбы. Обалдеть, какая красота. Посмотрите, как она блестит. вот здесь поджаренный лосось, свежий манго, свежий авокадо, не картошка. Приятный цвет, насыщенный такой лосось. Очень вкусно пахнет. Здесь кунжутное масло. Давайте попробуем уже. Так, открываем соевый соус. посмотрите, какой огромный кусок рыбы. Просто посмотрите, обалдеть. Где вы еще видели такой огромный шмат лосося в супермаркете? Обалдеть. Обалдеть. Помнишь, мы делали обзор на суши Ашана в Румынии? Да. Просто это земля и небо. Какие те были вкусные. Здесь огромный кусок лосося. Он сочный, он вкусный, он свежий. Умеют. Могут. 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 Давайте вот этот попробуем. Тут скорее всего с майонезом, заправкой. Это у нас что? Косточка. Не, не косточка. Это походу какой-то кусочек упаковки. Ветрибельки. А, нет, ветрибельки. Точно. Это мелкие тоненькие волокна. обалдеть. Хорошо. Завернуты плохо. Я не могу сказать, что все хорошо. Завернуты плохо. Куски отрезаны неровно. Ну, сволочи, начинки много. Она вкусная. Но заправка здесь не такая, как я вам показывал, друзья. Она ну, не хватает в ней вот эти вот кислинки, сладости в самом рисе. Давайте попробуем. Тут еще, смотрите, вот такая вот красота с подпаленным лососем. Его немножко поджарили с манго и авокадо. Вот эту штучку обожаю. О, один в один, как в Ашане. Там, очень вкусная была. Это же производители. Они переезжают. Ну, очень вкусно. Ну, я думаю, что маки нет смысла пробовать, потому что все понятно, все обалденно на высшем уровне. Суши в Меркадоне покупать можно. Они обалденно вкусные и цена варит сама за себя. Переходим дальше. Следующий у нас на очереди рис с курицей терияки и семгой попки. Рис с курицей у нас выходит на 376 грамм с упаковкой и поке на 458 грамм. В принципе, одной порции на пообедать в самый раз. Как говорится, в аккурат. Давайте попробуем курицу. Я ее не грел. Хочу попробовать вот так, как она есть. Рисец, я думаю, тот же. Рисец вообще безвкусный, не заправленный, ничего. ни вкуса, ни аромата. Ее надо было греть. Терияки такой густой, посмотрите, прям желе. Может, если подогреть, то красно. Ну, будет вкуснее. Но, если блюдо вкусное, холодное, то оно 100% будет вкусное и горячее. Давайте кусочек курицы. Обалденно. курицы. так себе. Курицу сделали отлично, молодцы. Поки. Соевый соус имеется. вот такое наполнение здесь. У нас идет манго, маринованный лук, водоросли, лосось с кунжутом, маком и семечками и огурчик. Рис заправленный ли он? Да, рис для суши заправлено тоже. Ложить несъедобное съедобное. Надеюсь, они его помыли. Ладно. Давайте его заправим. Стараемся не обляпаться. Ну, поки, я вам скажу, это такая универсальная штука. Ты можешь его сделать с чем хочешь. Я вам показывал, как приготовить тот самый рис, что можно добавлять в качестве топпингов. Поэтому, друзья, понятное дело, что вкуснее, чем дома, не будет. Но, я вам показываю и делаем обзор для того, чтобы понимать, стоит ли она того или нет. все хрустит, все вкусно. Это уже слышно. Да, лососик обалденный. Блин, молодцы. Очень вкусно. Кисленький лучок маринованный, хороший. Остринки нету. все сочное, все свежее. Огурчики хрустящие. Манго сладкий. Тоже не картошка. Блин, молодцы. Переходим дальше. Следующее это салат с макаронами и тунцом. Вот так вот он выглядит. Очень пахнет тунцом. давайте взвесим, посмотрим, какой тут вес. Кстати, на упаковке вес пишется, да, написано 340 грамм. Да, 340 грамм. Давайте проверим. 420 с упаковкой отлично. И я думаю, что... С походом. Ну, давайте попробуем. Ладно. Что тут за сыр? Эмменталь. чеддер и гауда. Ну, не дешевые сыры. Вкусные. И, кстати, вкус один в один, вот как вот магазин, это покупаешь, что эти вот либо нарезные, либо цельные куски. Не самого дешевого сегмента. Крабая палочка вызывает сомнения. Ну, она здесь везде такая. тунец. Тунец вкусный. И что по макаронам? Хорошие. Аль денте. Блин, отличный вариант, ребят. Во-первых, он в тарелке, во-вторых, он очень вкусный, сытный и полезный. понятно, что высокая калорийность, но белков тут прям предостаточно. Следующая у нас будет это уже горячая. Давайте разрежем, посмотрим бургер. Чего, можно раздельное питание? Мне яйца, я сыр, тебе сома. Ну да. А еще палочка. Разделить между семьей. Что же считается раздельным питанием? Упаковка шикарно. О, вы посмотрите. Булочка бриошь. 3 евро вроде, 3,50. 3,50. А запах? Давайте, ладно, разрежем. Смотрите. Соус, сыр, котлета и все. Давайте, я попробую котлету. Котлета! один в один вот заморозка, супермаркет, берете, никогда не заморачивайтесь, знаете, там хотите самый дешевый бургер сделать, замроженную котлету, механической обвалки, безвкусная, с большим количеством крахмала, вот это она. Ну, а в целом, ну, за такой бургер это дорого, потому что качество у него так себе. но булка, сыр и соус это обалдеть. Вот поменять котлету, не делайте ее только большую, сделайте ее в два раза меньше, вот как в Макдональдсе, да, маленькая, тоненькая, но с мясом, было бы просто отвал в башки. А так, на пятерочку из десяти. Вот это мне интересно, друзья, одно из национальных блюд Испании, с хлебом, колбасками, чесноком и бекончиком. Пахнет чесноком просто аж на всю хату. Просто хлеб, ну, по сути, это жареный, нарезанный бутерброд. Ну, давайте попробуем. Вот как я готовил макароны с хлеба, вот испанцы сделали еще круче. Просто пожарили хлеб с колбасками, добавили то чесночка, паприки, трав и у них получилось обалденное блюдо. Ну, в целом, по вкусу, я ем хлеб с колбасками, такой, натертый чесноком. Попробовать? Да. Есть такое каждый день, очень жирное. Но, хороший опыт. Теперь буду знать, что буду готовить в рейсе, когда будет очень много хлеба оставаться. паэлья, друзья. Паэлья из супермаркета. Вот так вот она выглядит. Рассыпчатый рис, насыщенный цвет, мидии, кальмары, креветочка. Смотрим. Креветочка присутствует, крылышки присутствуют. Давайте попробуем. давайте попробуем креветку. На удивление, она обалденная. Она не резиновая. То есть, бывает, знаете, что когда берете какой-то морской коктейль, готовишь его, а ингредиенты все потом становятся морепродукты, просто резиновыми. И ты жуешь, и они прям так х-х-х-х. А здесь она такая прям и рассыпается у тебя. То есть, она имеет структуру, она немножко похрустывает, но она не резиновая. Давайте вот так вот с риском. Как по мне, мало соли, я бы еще досолил. Мидии нечищенные, присутствуют в них вот эти вот волосяной покров, как говорится, водоросли. Ну, хоть эти вот крылышки без перьев уже хорошо. Такое, на семерочку. Креветки спасают ситуацию. И две оставшиеся позиции, с которыми идет в комплекте еще и соус барбекю. Тоже вот две тарочки. Это сыр в кляре и крылышки. Это же крылышки? Или это наггетсы? А, это наггетсы. Окей. Сыр уже полежал, но он еще тянется. хорошее, добротное моцарелла. Неплохо. Неплохо. Я думаю, даже лучше, чем Бургер Кинга. Если бы они были бы свежие, только шоу свитюра. Здесь надо. Не, но все равно они их приготовили, они уже стояли вот такие вот упаковки. То есть тут как бы без вариантов. А ну курочка. панировка как в KFC. Пряная за счет черного перца. До вкуса доведена. очень насыщенный вкус панировки. Приятный, не жухлый, не горелого масла, не жирное, кстати. Вот эти прям очень хорошие наггетсы. но это даже не наггетсы. Это что-то типа стрипсов, потому что тут цельные куски курицы. То есть по сути это просто курица, жареная в панировке, доведенная до вкуса, пикантная, с хорошей панировкой, вкусная, ее тут немного, она не пережаренная, она не жирная, приятная хлебная панировочка. Ну что, друзья, вот такой выпуск получился, такой обзор. Однозначно рекомендую данные позиции в торговой сети Меркадона. Мне очень понравилось. Я вам говорю с точки зрения цены и качества. Понятное дело, что не везде мы знаем, что они туда добавляют, не везде мы знаем, с какого качества продуктов они готовят, но поверьте мне, в Европе за этим смотрят. Тут геот подавать не будут, поэтому продукты здесь качественные, вкусные, без нареканий. Все, что я заметил, какие-то недостатки я вам сказал. В остальном, ну, видно, что они взяли какой-то определенный продукт, его нарезали. Ну, кстати, может быть такой вариант, что но я не думаю, что тут просрочка, потому что может быть привкус такой, горечи, но тут он вообще отсутствует. Многие из вас, я думаю, из нас всех сталкивались с тем, что берут просрочку и просто ее нарезают и готовят из нее какие-то блюда, либо там курица уже испортилась, ее просто перемариновывают в уксусе и все и отправляют дальше на конвейер. Но здесь такого я не заметил, то есть продукты качественные, может быть доходил срок годности, либо очень большая партия не распродалась, они его просто пускают в переработку. Но товары, чтобы вы понимали, почти большинство испанцев, приезжих европейцев, англичан, они покупают готовые продукты. Я вот пока снимал, там просто целая очередь собралась, и они просто набирали вот это все. Значит, нам пользуются спросом, значит, там есть поток, значит, блюда не залеживаются, и каждый день меняется вот эти вот плато, вот эти тарелки большие с готовыми блюдами. Так что, друзья, всем огромное спасибо за просмотр, спасибо, что пишете ваше мнение в комментариях, надеюсь, что морской влог будет скоро, может быть, даже следующим роликом, посмотрим. И подписка, лайк, готовьте со вкусом, пробуйте и кушайте правильную еду, всем огромное спасибо, и до встречи на ролике. Дальше будет еще интереснее, друзья, морской влог скоро. влог. Продолжение следует... avance.